Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, что мы все о кисках да о кисках. У нас же есть намного более верные помощники, в отличие от этих мяукающих эгоистов. Я говорю о собаках, но еще интереснее узнавать про предков наших домашних пёселей. Волков я уже рассказывала про красного, рыжего, белого и эфиопского волков. Всех их вы сможете найти в плейлисте собаки. Ну, а сегодня у нас в гостях довольно редкий подвид волка. Встречайте мельвильского островного волка, он же арктический подвид волка, встречающийся исключительно на некоторых островах в Северной Америке и в Северной части Гренландии. Назван он так в честь одного из островов Мелвилла. Наш арктический волк отличается белой или сероватой шерстью и способен переносить лютые зимы, когда температура воздуха понижается до минус 50 градусов. Он – один из самых крупных представителей семейства псовых. Подвид мельвильского волка впервые описал в 1930 году английский изоолог Инесс Паукок. Средняя длина арктического волка вместе с хвостом достигает 180 см. Высота в холке – 80 см. Взрослые самцы порой достигают веса 80 кг. Кстати, мельвильский островной волк отличается от континентальных товарищей мелким размером ушей, помогающей ему сохранять тепло в холодном климате. Мельвильские островные волки живут в стаях со строгой иерархией численностью из 7 – 10, максимум 30 особей. Стаей руководит доминантный самец. Такой же ранг занимает его партнерша. Остальные волки занимают место в иерархической лестнице согласно своим физическим данным и возрасту. Солидарность волков резко возрастает во время охоты и выкармливания потомства, потому что выжить в одиночку за полярным кругом невозможно. Ежедневно волки проходят в поисках пищи около 30 км. Охотятся арктические разбойники в основном на северных оленей и мускусных быков, то есть овцебыков. Ролики о них вы сможете найти в плейлисте «Животные севера». Они выбирают самую слабую жертву и стараются оттеснить ее от стада на участок с глубоким снегом, чтобы лишить ее подвижности. Затем ее атакует вожак, а за ним и остальные члены стаи. Защищаясь от хищников, овцебыки становятся в плотный круг, выставив вперед мощные рога и защищая находящихся в центре теляк. Волки начинают попросту действовать взрослым овцебыкам на нервы, чтобы разорвать их оборону и добраться до детишек. Для этого они подолгу бегают вокруг образовавшегося круга, вынуждая овцебыков постоянно менять положение, чтобы уследить за коварными охотниками. Вследствие чего у не очень умных гигантов начинается паника, и они обращаются в бегство, разомкнув свои ряды. Вот тогда-то у арктических волков и появляется возможность схватить молодых телят. В совсем голодные времена мельвельские волки переходят на мелкую живность. Они охотятся на мышей, леммингов и зайцев. В сутки взрослому волку нужно съедать до 4 кг мяса. В целом на охоте волк встречает массу проблем. Например, северный олень — основная добыча волка значительно превосходит его по скорости, причем даже взрослого самца. Поэтому стая либо нападает на старых больных и отбившихся от стада, либо применяет загонную тактику. Так что бегать по холодрыге в поисках жертвы — то еще удовольствие. Именно поэтому арктические волки социализировались, придумали свое собственное мини-государство и бегают организованными преступными стаями по 7-10 особей. Иерархия волчьей стаи выглядит следующим образом. Вожак — лидер стаи, принимающий все важные решения. Он определяет место обитания, время охоты, иерархический статус каждого члена стаи, организовывает охрану территории. Вожак имеет неограниченную власть, которой может пользоваться на свое усмотрение. Чаще альфа-самец весьма дружелюбен ко всем особям в стае и проявляет заботу о растущем поколении. Нередко в голодный период отдает свой кусок добычи волчатам. Вожак понимает, сегодняшние щенки — это будущее стаи. Следующий ранг — это подруга вожака. Альфа-самка в ее обязанности входит контроль за поведением представительниц женского пола. Свобода действий волчиц в стае зависит от воли альфа-самки и ее характера. Как правило, первая леди неохотно позволяет другим самкам спариваться с самцами и приносить потомство. Однако бывают и исключения, когда в стае появляется значительная прослойка волчиц-матерей. Они занимают наиболее высокую ступень, чем, например, воины, и пользуются привилегированным положением. Следующий ранг — старший воин — бета-самец. Его можно назвать замом вожака. Он организует охоту и охрану территории. Нередко ведет себя агрессивно по отношению к более слабым особям, пытаясь подчеркнуть свой статус. Бета-самец — родственник вожака и его подруги, и чаще у них общий сын. С наибольшей вероятностью именно он возглавит стаю в случае гибели вожака. Следующие — волчицы-матери или воспитатели. В теплое время года несколько пар хищников, в том числе и сам вожак со своей подругой, покидают стаю и образуют семью, ищут логово и приносят потомство. С приходом зимы стая волков собирается вновь. За волчатами присматривают волчицы-матери. При этом в их число входят не только самки, родившие в текущем году детенышей. Наибольшая роль в воспитании подрастающего поколения отводится опытным волчицам, которые не раз приносили потомство в прошлом. Волчицы-воспитатели не ходят на охоту, не принимают участие в потасовках, их задача — просто оберегать щенков и следить за их благополучием. Следующий ранг — войны. Основа стая, в которую входят взрослые самцы и самки, не имеющие потомства. Это целый боевой отряд вожака, в чью обязанность входит защита территории и добыча пропитания. Другой ранг — пестуны, подросший молодняк предыдущего помета. Они находятся под опекой стаи, подчиняются волчицам-матерям и нередко помогают в воспитании младших, братьев и сестер. Ну и щенки — волчата последнего выводка. О них заботятся, кормят, и им сходят с лап все их выходки. Часто пользуются особым расположением вожака и его подруги. Что неудивительно, ведь среди щенков присутствуют и их дети. Ну и еще есть инвалиды, да? Это старые особи, имеющие право на защиту и питание. Волки всегда заботятся о своих стариках. Так что голод — не тетка. Придумаешь свое идеальное государство. Хотят любви арктические волки, когда становится хоть немного теплее. Обычно потомство дает только доминантная пара, но в больших стаях спариваться могут и другие. Из-за арктической вечной мерзлоты и связанных с этим трудностей для выкапывания логова волки часто используют уступы скал, пещеры или даже небольшие углубления. У самки рождается два-три детеныша в период с позднего мая по ранний июнь, то есть на месяц позже, чем у серых волков. Считается, что меньшая численность потомства по сравнению с четырьмя-пятью у серых волков вызвана недостатком добычи в Арктике. Беременность длится 63 дня. Волчата остаются с матерью на два года. Продолжительность жизни Мельвельского островного волка 7-10 лет, однако в неволе срок их жизни увеличивается до 18. Мельвельский островной волк — это единственный подвид серого волка, который все еще обитает на всем своем изначальном ареале, в основном потому, что в тех местностях очень редко встречаются люди. Так что, если животные на земле и останутся, то только там, куда нога голой обезьяны ступает, крайне редко. А как Вы относитесь к такому социальному управлению, как волчьи стаи? Как Вам такое распределение ролей? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.